добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о клевете третий признак того что встретились с клеветником это ненависть в притчах написано лживый язык ненавидит уязвленных им так написано и знаете это правда мы с вами можем не понимать не знать правду ли говорят мы можем не быть уверенными в том что это правда но послушайте мы точно можем распознать дух с которым это произносится люди которые клевещут это всегда люди ненависти потому что любовь все покрывает она не пытается вытащить это в свет и порочить других людей она все покрывает клеветник наоборот он достает все из тьмы и начинает выбрасывать этот навоз на улицу чтобы все видели но даже не в этом дело вот этот дух поговорите с этими людьми о том чью репутацию они порочат и вы заметите с какой злобой с каким не таким негодованием и ненавистью они отзываются об этом человеке и это такой явный признак вот я часто сталкивался с этим эта речь даже идет может быть не о людях однажды я разговаривал с одним пастором о прославлении это консервативный верующий и он сделал такое утверждение знаете которое меня шокировал сказал богу не нужно ваше прославление богу не нужна музыка я сказал ну послушайте в псалмах написано и вдруг я поймал его взгляд благочестивый очень добрый по своей природе пастор смотрел на меня с откровенной злобой и это было злоба не на меня на музыку на формы поклонения которые он искренне ненавидел скрывал это но это прорывается и так третий признак клеветы и клеветника это то что он мягко говоря не любит того о ком он говорит